Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим любимое блюдо моего мужа, это картофельные драники, но сделаем это без терки. Смотрите рецепт. Картофель, конечно же, перед приготовлением нужно хорошенько помыть и почистить от кожуры. И затем порезать на произвольные кусочки. Если картошка маленькая, можно разрезать ее на 4 части. Если крупная, частей можно сделать побольше. И точно так же на произвольные кусочки мы нарежем одну или две луковицы. Луковица добавляется для того, чтобы тесто для драников не потемнело. Теперь складываем картофель и лук в блендер и измельчаем на максимальной скорости. У нас должно получиться вот такое вот однородное пюре. Перекладываем его в глубокую миску и измельчаем остальной картофель. Консистенция настоящих драников должна быть именно такая. Если вдруг у вас нет блендера, картофель и лук можно натереть на самой-самой мелкой терке. Теперь берем сито, устанавливаем его над глубоким блюдом и перекладываем туда картофель. Нам нужно, чтобы из картофеля стекла вся лишняя влага. Дальше картофель мы перекладываем обратно в глубокое блюдо. Картофельный сок сливаем, а крахмал, который остался на дне другого блюда, перекладываем обратно картофелю. Разбиваем картофелю одно яйцо, добавляем немного соли, можно также добавить чуть-чуть черного молотого перца и одну столовую ложку муки. И все хорошенько перемешиваем. В принципе, если вы видите, что картофельная масса у вас получается густая и не разваливается, муку можно не добавлять. На сильном огне разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Выкладываем столовой ложкой наши драники и жарим с двух сторон. Обратите внимание, что масло должно прям шипеть, оно должно быть очень горячим. И огонь у нас включен на максимальную мощность. Готовые драники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы с них стекло лишнее масло. И затем перекладываем их в форму и убираем в духовку, доводим до готовности. Запекаем примерно 5-7 минут при 180 градусах. А пока наши драники доготавливаются, мы мелко порубим зелень. У меня был свежий зеленый лук. Теперь берем хорошую жирную сметану, можно даже деревенскую. У меня была магазинная жирностью 25%. Выдавливаем к сметане чеснок. В принципе, его можно очень мелко порубить, или если вы чеснок не любите, то вообще его можно не добавлять. Но мне очень нравится именно сметанно-чесночный соус. Добавляем к сметане зелень и все хорошенько перемешиваем. Наш великолепный соус к драникам готов. Посмотрите, какая красота! Многие люди думают, что драники нужно натирать на крупной терке, ну точнее картофель. Но это вообще не так. На самом деле, настоящие драники всегда делаются только на мелкой терке. И поэтому нет разницы тереть картофель на мелкой терке или перемолоть его в блендере. Этот рецепт очень классный, драники получаются невероятно вкусными, особенно если сделать сметанный чесночный соус с зеленью. И главное, что готовить в этом рецепт очень быстро и не нужно потом мыть терку. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.